Дорогие зрители и радиослушатели, здравствуйте! Сегодня у нас прямой эфир и с вами сегодня я, Якуша Варита. И сегодня мы будем говорить о краевидении. И поэтому в нашей студии я пригласила библиотекарей, пригородных библиотек, централизованной библиотечной системы городского округа город Якутск. Почему мы будем говорить о краевидении? Это такая тема, которая всегда являлась одной из приоритетных по направлениям деятельности библиотек. То есть это самое главное, по сути, чем библиотека занимается. И работа именно в направлении изучения истории родного края, опыта семейных традиций, традиций народа. Это очень важно. И самое главное, что библиотека является таким источником и центром изучения именно истории родного края. Вот об этом мы сегодня будем говорить. И я бы хотела рассказать немножко, как наш эфир будет построен. В первом блоке мы ознакомимся с краеведческой деятельностью библиотеки села Хатасы. Во втором блоке мы будем говорить о краеведческой деятельности села Тулагина. И в третьем блоке мы поговорим об истории микрорайона Марха города Якутска. И в первом блоке я представлю спикера, можно гостя. Я представлю Марию Сергеевну Никифорову, главного библиотекаря библиотеки филиала номер 9 имени Панаева, села Хатасы. Мария Сергеевна, я передаю вам слово. Расскажите, пожалуйста, о краеведческих проектах именно в вашей библиотеке. У каждого из нас своя малая родина. Любовью к ней, к людям, живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа библиотеки. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю, не прорывается связь поколений. Важными задачами в работе библиотеки являются стимулирование чтения на родном языке, кровеческой литературы, а также популяризации якутской литературы и народов севера. Кровеческая деятельность библиотеки, библиотека централизованной библиотечной системы города Якутска на протяжении многих лет реализуется по программе якутско-видения. За эти годы накоплено множество кровеческого материала — это книги, альбомы, местные газеты, журналы, фотографии, картины местных художников и другие материалы. Проведено много различных мероприятий по форме и содержанию, которые развивают интерес к истории города Якутска. В программу якутско-видения каждая библиотека формирует свою деятельность с учетом особенностей своего микрорайона Наслега. Это поиск, сбор, обработка материалов о городе Якутске. Важным звеном в этой работе является введение библиотеки записи в электронную базу данных. Это введение всех данных, документов. Когда была выпущена, например, эта статья, автор, в каком издании, о чем эта статья? С недавних пор работает новый сетевой проект по внедрению электронных ресурсов в базу данных якутско-видения. Это электронная полнодекция коллекции статей якутско-видения. То есть пользователи могут не только найти сведения о статье, которую они ищут, но и сам текст этой статьи. В рамках этой программы организуются виртуальные выставки, публикуются статьи на сайте централизованной библиотечной системы. Мария Сергеевна, у меня вопрос. Действительно ли человек заходит на сайт библиотеки, централизованной библиотечной системы, вводит в поиск какую-то статью или выдержку из статьи, или автора, и он действительно может найти этот текст? Да, может. И вводятся тексты только на русском языке или на якутском языке? На якутском тоже можно. На якутском тоже, да? То есть очень просто можно, в принципе, найти любую информацию. Например, сейчас очень популярна же проектная деятельность в школах, да? Дети изучают историю, и, например, на уроке «Культура народов Республики Саха-Якутия» когда есть такой урок, вот, и часто задают задание ребёнку сделать, например, какой-то проект, да? Рассказать о писателе, там, или рассказать о художнике, да? И в интернете же на самом деле очень мало информации. Вот я как мама, допустим, я знаю, что этой информации очень мало. А получается, что каждый родитель, когда задают задание, допустим, подобное задание, да, ребёнку, он может зайти на сайт, и благодаря тому, что библиотекари работают с таким каталогом, ведут такой каталог, как «Якутское ведение», да, они могут найти любую информацию. Здорово. Ну, давайте продолжим. Рассказывайте, Мария Сергеевна, что же ещё такого интересного у вас там происходит? Очень. Сегодня особую актуальность приобретают патриотическое воспитание подрастающее поколение. Огромные воспитательные патриотические возможности краеведческого материала позволяют растить гражданина не на абстрактных идеалах, а на примере родителей, односельчан, на событиях села или города. Проводятся различные мероприятия, такие, например, как квиз, игра ко дню города, экскурсии по селу, мастер-классы, презентации книг, литературные часы, беседы по краеведению и так далее. Даже авторские сессии, как автограф-сессии называется, правильно же, проходят с местными писателями. Вот вчера у нас прошёл семинар в централизованной библиотечной системе, и я, как начинающий библиотекарь, узнала, что, оказывается, проходит очень много мероприятий, связанных именно с изучением местной литературы, с изучением литературы авторов именно на якутском языке, на русском языке. Проходят автограф-сессии, дети могут познакомиться прямо с автором, поочию поздороваться и так далее. То есть, на самом деле, это очень здорово. И, дорогие друзья, пользуйтесь этим и посещайте мероприятия библиотек, потому что это действительно интересно. Ну, продолжим, Мария Сергеевна, что ещё у вас там интересного? В своей работе по краеведению библиотека сотрудничает с учреждениями села, поддерживает связь с местным краеведческим музеем, школой и администрацией села. Также библиотеки работают по проекту «Книга памяти». Это сбор сведений, необходимых для формирования электронных книг памяти сёл и муниципальных образований республики. В сведения об участниках Великой Отечественной войны, например, входят дата рождения участника войны, фотография, место призыва, дата призыва, место призыва, место службы, воинское звание, награды, место гибели, биография, наличие сведений Генфер, информационной системе памяти народа. То есть собираются наиболее полные сведения. Это здорово. Можно я скажу? Да, конечно. У нас в микрорайоне Марха, библиотеки, мы в сентябре, вот перед мобилизацией, 21 сентября, до этого мы в начале сентября провели такое мероприятие с главным архивистом города Якутска, как проводилась мобилизация граждан во время Великой Отечественной войны. И там вот мы нам предоставили такой архивный документ, в котором есть список всех призванных именно из нашего микрорайона Смархи. И вот таким образом мы узнали количество призванных. Там, по-моему, 97 или 98 человек было. Но 98, я почему помню, потому что я тоже, моя рука записывала эти данные. Поэтому я только пришла на работу в библиотеку встречи микрорайона Марха. И как раз Вера Петровна, мы продолжим об этом говорить, но дала мне этот список, и я действительно была поражена. И там вот всё, о чём сказала Мария Сергеевна сейчас, да, о месте призыва, о том, где служил. Но, к сожалению, там были такие даты, что дата призыва и дата возвращения. И у большинства, практически у 80% из этого списка возвращения, даты возвращения не было. И они либо пропали без вести, либо погибли уже на фронте. Вот, и действительно, вот такое введение, да, это же очень интересно. И вот вы сказали, что вы сотрудничаете с администрациями. Вы же реально помогаете муниципальным органам, ну, местного самоуправления в проведении мероприятий именно патриотического воспитания. Потому что где, как ни в библиотеке, есть все сведения, и фотографии, и какие-то исторические ссылки, да. И вы же можете сделать даже целую выставку, посвящённую тому или иному автору, или человеку даже, да. Если он, например, какой-то знаменитый или историческая личность, да, которая проживала, допустим, в Хатасах. Вы же можете о нём прямо сделать конкретную выставку, и вы, скорее всего, делаете так, да? Да, делаем обзоры выставок, встречи с родственниками. Это же действительно, вот когда из прямых... Бесед. Да, в форме беседы люди узнают, например, какие-то факты даже из жизни таких исторических личностей. Это тоже очень важно. И так дети узнают, какими были эти люди, какими были герои. Потому что, если мы говорим о ветеранах Великой Отечественной войны, о тех, кто служил в годы войны, да, вот, то дети действительно, чтобы получить правильное патриотическое воспитание, они должны знать историю, и должны знать о таком подвиге, который совершили наши дедушки, уже прадедушки для кого-то, да. Вот, действительно, это очень важно. Но у нас осталась ещё одна буквально минутка, и потом мы прервёмся на рекламу. Мария Сергеевна, может, что-то ещё добавите? Мы также проводим экскурсии по сетевому проекту тоже, каждое лето для детей в целях ознакомления с историей села. А как проходит эта экскурсия? Пешая. Пешая экскурсия. То есть она посвящена памятникам или каким-то местам? Местам обычно, или вот, например, церковь построена когда-то, потом мы идём к библиотеке, библиотека построена когда-то, кто-то работал там в библиотеке. Хорошо, здорово. И мы сейчас вынуждены прерваться на короткую рекламу, и после рекламы мы продолжим наш прямой эфир. Подключайтесь, звоните, задавайте вопросы, мы будем очень рады на них ответить. Спасибо. Наконец-то мы вернулись в наш прямой эфир. Тема очень интересная. Тема сегодня посвящена краеведению и краеведческим проектам в библиотеках города Якутска, пригородов. И мы продолжаем во втором блоке говорить о проектах непосредственно библиотеки села Тулагина. И у нас в гостях сегодня Филиппова Александра Васильевна, заведующая библиотекой филиалом номер 10 Нюргуун, расскажет нам о проектах, посвященных изучению родного края в селе Тулагина. Вам слово, Александра Васильевна. Какие интересные проекты происходят у вас? Библиотека филиала номер 10 Нюргуун расположена в селе Тулагина. Тулагина-Кильдямский наслег – один из самобытных пригородов столицы. Как наслег с большой историей, каждое село наслега Тулагина, Кильдямсы, Сырдах, Капитоновка, радиостанция имеет свою собственную историю, особенности и традиции. Знание истории малой родины дает начало от любви и уважения к родному краю, к своим корням, семье, дает опору в жизни и уверенность в будущее. На территории Тулагины-Кильдямского наслега в 20-е годы прошли столетия, и прошлого столетия проходили ожесточенные бои за установление советской власти. В годы Великой Отечественной войны все стали на защиту родной земли, а затем на восстановление народного хозяйства. Донесение истории и ее сохранение для будущих поколений – это долг каждого, кто любит свою родину. Одним из важных хранителей славной истории наслега является, как мы сказали, библиотека. Она преподносит своим читателям документы, книги, где излагаются исторические факты, события, где повествуются о людях, гордость и истории наслега. На территории Тулагина-Кильдямского наслега работают две библиотеки. Это стационарный пункт библиотечного обслуживания номер 12 Сардана в селе Капитоновка и наша библиотека – Данюркугун. Наши филиалы – это места, где односельчане могут прийти, найти нужную информацию и литературу, принять участие в проводимых мероприятиях. Книжный фонд библиотек составляет около 20 экземпляров. В течение года мы обслуживаем более тысячи читателей. Краеведческая работа всегда занимает особое место в деятельности любой библиотеки. Какие бы формы и методы работы не применялись, неизменной остаётся их цель – приобщение читателей к истории и культуре своего края, воспитание в духе гражданственности, патриотизме, в любви к малой родине. Я бы хотела спросить, Александра Васильевна, смотрите, как вообще проходят ваши мероприятия? В каком формате вы заинтересовываете жителей села? Они сами приходят, сами выражают интерес, когда вы просто, например, размещается анонс, и все сами приходят. Или же вы подстраиваетесь под какое-то определённое событие в селе. Бывает такое, да? Да, бывает. И кто чаще? По знаменательным датам. По знаменательным датам. И как проходит вообще? В каком формате? Это беседы? Форматы бывают разные, да? Например, и традиционные, и новые встречи, беседы, акции, челленджи. Вот, например, каждый год участвуем в Республиканской акции, вот Сахалыджик. И с удовольствием приходят, и именно библиотеки выступают в качестве места для проведения как площадка. В этом году тоже мы принимали участие, и действительно большой интерес, потому что участников было много у нас. А онлайн-формат как воспринимают жители села? Ну, во время пандемии, да. А сейчас стараются все-таки, наверное, приходить уже, да? Да, уже оффлайн. Краевическая работа всегда занимает особое место в деятельности любой библиотеки, да? Как мы сказали, говорили. Какие бы формы... А, краеведение — это наше основное, да, приоритетное направление работы. Краеведческий фонд составляет около 7 тысяч экземпляров. Фонд всегда пополняется издательством, вот, Аяр. Это наше местное издательство, да? Да, местное. Библиотека сотрудничает с общественностью наслега, целью выковечения память уважаемых людей Тулагина-Кильдямского наслега, священных мест, которые составляют историческое наследие родного села. И играет немаловажную роль в этой миссии, ведет многоплановую работу, да, по данному направлению через реализацию проектов. Например, один из таких проектов, который действует с 2021 года, «Страница истории села». Этот проект мы ведем совместно с ПБО номер 12 Сардана. Проект направлен на изучение молодежи истории родного края, на создание условий духовного развития каждого участника и имеет практическую и воспитательную значимость. А как сами молодежь, они как воспринимают это? Ну, им, вот, как сказать, если предоставить, да, вот дети воспринимают по-другому, да, детям надо как-то... Вовлечь, да? Да. Как играть по такому, да? В виде игры, да, в формате игры. А молодежь более ответственные, они уже воспринимают как, ну, взрослые. А часто ли они выступают как соавторы, например, какого-то проекта? Бывает такое, что, например, общественное объединение, есть же, в каждом селе есть молодежный совет. Да, да. Очень активный такой, да, совет ветеранов есть. Потом есть совет «Дети войны», да, вот эти, клуб. И вот они ведут такую определенную деятельность. Вот еще вот один такой новый проект, с которым я познакомилась, придя в библиотечную систему, это книга, так, «Театр книги». И как раз это был очень интересный же проект, и он был как раз сделан, «Театр книги». Эти ролики, можно сказать, да, эти сцены снимали же как раз дети, молодежь, то есть та общественность и те такие постоянные читатели. И это же все были произведения якутских авторов в основном. И, может, расскажете подробнее нашим зрителям, как вообще происходит вовлечение именно в такие, такого рода проекты? Да, ну, я хочу сказать, что в этом году, ну, в 2022 году, в библиотеке «Марха» совместно с «Кордс Пульс», это у нас клуб в микрорайоне «Марха». Мы с ними вместе сняли видеосказку о Манчары. И нам очень понравилось, но на самом деле тут вовлечены не только дети, но и их родители. Да, да, да. И это нам, конечно, большой плюс, потому что добавляются дополнительно наши читатели. И, естественно, перед началом мы все ознакомливаемся, все читаем, разбираем, потом делимся, ну, деление ролей, там, заучивание, ну, это увлекательно. Это очень такая большая командная работа. Ну, и в селе Тулагина же тоже, в основном, семейные же, да? И национальный праздник эсэх без библиотеки точно не проходит. Расскажите подробнее, как вот вы... Есть же, например, такие проекты, которые направлены на обучение, допустим, как правильно, например, накрыть стол. Есть такое? Или правильно, например, какие-то обряды провести, или такое, что-то направленное... Но в Тулагина... Настольные игры проводят. Настольные игры проводят. И в Тулагина же есть, это женский ансамбль, который-то постоянно везде участвует. В культурных мероприятиях везде в первых рядах участвует. Да, да. Ансамблей очень много, творческих. И они в деятельности библиотеки тоже принимают участие. Да, принимают участие. Ведь изучение не только истории, но и фольклора, это же тоже очень такой большой вклад. И как раз такие народные ансамбли из сельчан, они как раз и помогают же поддерживать этот интерес, учить эти песни, танцевать танцы. Потому что, например, я очень люблю эсэх, очень. Просто это мой любимый праздник. И я прям радуюсь. Просто когда даже наблюдаешь за каждым, именно на местности, где в каждом, в уголке буквально из хатын, да, вот этой местности происходит, там кто-то танцует, тут же накрываются столы. Это всё так красиво. И действительно, вот даже мы, молодое поколение, да, мы же учимся именно, вот стараемся сохранять эти традиции. И этим традициям передают как раз, вот эти традиции передавали нам наши мамы, папы, да, дедушки, бабушки. А вот ещё и библиотеки получаются теперь. И на самом деле это очень здорово. Александра Васильевна, расскажите подробнее вот о героях села Тулагина. Вот как их имена также вносятся в книги памяти или в какие-то другие проекты? Вот как вы ведёте эту работу? Ну, например, вот недавно вышло же издание, да, ой, библиографический справочник города Якутска, да, наши имена на улицах Якутска. Вот там мы собрали всю информацию, да, которые в честь кого названа улица Тулагина Кельдямского населения. Там больше 20 человек пошли в этой книги. Это была очень, как сказать, большая работа. И биографии, и фотографии, да, и статьи, и книги. Да, действительно, очень важно знать то место, в котором ты живёшь. Но я считаю, что это быть истинным патриотом, это любить Родину, да, знать историю своей Родины и заботиться о месте, в котором ты живёшь. И заботиться, естественно, о людях, о своих соседях, родных, близких. И чтобы им всегда было хорошо, это тоже правильно. Но вот этот библиографический памятник с именами знаменитых исторических личностей, в честь которых названы улицы города Якутска, действительно уникальное издание. И там каждый школьник может найти информацию. Даже, ну, мне было интересно, например, узнать историю того микрорайона, в котором я жила, там, с названиями улиц Челюскина, допустим, да, там, кто эти люди, чем они занимались. Тот же Рихард Зорги, да, когда я прочитала историю этого человека, то есть, ну, это такая личность довольно-таки загадочная и действительно интересная. Да, и ещё жители вот сами издают книги. И вот дарят библиотеки с автографами. Это очень, я считаю, это очень здорово. Да, это огромный вклад. И для подрастающего поколения это такой хороший пример. Ну, а сейчас мы будем вынуждены прерваться на, опять же, короткую рекламу. И продолжим уже после рекламы. Третий блок у нас будет посвящён микрорайону Марха. Ну, мы продолжаем. И я хочу отметить, что знать историю родного края должен каждый из нас. И если у вас появился интерес в изучении истории, например, села Хатасы или Тулагина, или микрорайона Марха, о котором мы сейчас будем говорить, да, вы можете приехать в эти библиотеки, записаться на экскурсии, записаться на мероприятия, стать участником этих мероприятий и узнать больше об истории того места, где мы живём. Потому что город Якутск, это же не только вот непосредственный центр города, да, но это и пригороды. И, оказывается, у пригородов есть своя уникальная история. И сейчас как раз нам об этой уникальной истории микрорайона Марха и о проекте «Пешком в историю» расскажет Осипова Вера Петровна, заведующая библиотеки филиала номер 4 встречи микрорайона Марха. И мы покажем вам фотографии. И сегодня Вера Петровна подготовилась. Вы можете посмотреть, вот у нас тут на столе размещены фотографии. И их очень много. И сейчас Вера Петровна расскажет, что же это такое. Библиотека встречи находится в микрорайоне Марха в 8 километрах от города Якутска. И, конечно, история микрорайона Марха очень глубокая, которую надо изучать. И мы занимаемся постоянно этим. И наша библиотека встречи является участником сетевого проекта, который уже проводится с 2012 года. Это же, да, проект якутской ЦБС «Библиотека и её окрестности» называется. На самом деле вначале было такое изучение именно улицы, на которой расположена библиотека Ж. Так же ведь было, да, вначале. Книжкин дом назвался. Да, и этот проект был настолько интересным, что после этого захотелось изучить. Узнать больше, да? Всё больше и больше. И вот пешком в историю, это, как я уже сказала, с 2012 года у нас работает, да, вот эта экскурсия, эта пешая экскурсия, которая начинается вот со стеллы, которая находится вот, когда заезжаем в микрорайон Марха, и там же есть стелла, да, вот с этой стеллой и начинается. Такое странное такое изображение, на самом деле. Что оно означает? А там изображён купец, богатый человек, который жил вот ранее в Мархе. Так, улица, на нашей улице вот, где расположена библиотека, очень много домов-скопцов, которые мы вот в течение этих лет мы изучали, и они действительно являются культурными памятниками, которые вот сохранились до наших дней, им более ста лет. Их построили скопцы, которые были сосланы из России, вот в 1860 году началась вот массовая ссылка именно в Якутию. Сыльными являлись не только политические сыльные, да, но и религиозные. И вот в эти годы попали в Якутию очень много ссыльных скопцов. И их заселили именно вот не в самом городе Якутске, да, а вот именно в пригородах. Целью с тем, чтобы, ну, их держали отдельно. Ну, как бы такое локальное какое-то место, да. И они вот начали заниматься землепашеством. Они вот в то время, вот в 19 веке, да, они сажали огурцы, помидоры, даже арбузы. Они вот делали землепашеством, да. Они очень много выращивали зерновые культуры, картофель. Это всё они привезли в город, ну, в нашу Якутию, да. И сектанты вот скопцов расположили не только у нас в Мархе, да, но их расположили в Магане, в Жатая и в Кельдями, где тоже, как и у нас, есть такие вот дома с такими красивыми. Ну, характерная особенность, да, их это ставни, да? А ещё какие-то характерные особенности есть? Они строили дома капитально. Во-первых, брёвна они готовили в течение трёх лет примерно, да. И таким способом они, ну, короче, держали они в воде сколько-то. Да, вымачивали, чтобы они твёрдые были. Чтобы они были твёрдыми. И вот, видимо, из-за этого они вот и до сих пор не теряют свою... Ну, как прочность. Да, прочность, ага. Ага. И вот, как вы видите на фотографиях, у них очень красивые ставни. Окна такие большие, красивые, потолки высокие. И в каждом доме вот комнатные двери были. Они тоже были как вот... Да. Такие резные, да? Красивые, ага. Резные. И они отличались, вот, эти дома отличались не только вот своим внешним видом, да. Они и внутренне были очень красивые. И вот даже сейчас, когда мы делаем во время экскурсии, иногда вот жители нас пропускают. И там действительно очень интересно. Там можно найти. Ну, сейчас вот эти дома, они являются обременёнными. То есть эти дома вот... Нельзя снести. Ага. Нельзя... Или переделать. Ага. Переделать. Что-то сделать нельзя. Ну, конечно, вот в советские времена большинство домов, они были... Уничтожены? Ага. Нет, не уничтожены, просто... Переделаны. Ага. Переделаны. Переделаны. Ага. Но хотя вот окна и ставни, они в основном сохранились. И главный факт то, что эти дома, они сейчас действующие. Например, вот на улице Советская расположена почта, которая вот является социальным домом, да? Ну, является домом, где очень много посетителей приходит. И ветеринарный пункт есть. Это действующие объекты, которые находятся вот именно в таких домах. Да, да, да. Они действующие. И вот, как я уже сказала, историю Мархи мы изучаем... Тоже, наверное, ведя каталог статей, да? Да, да, да. Собирая статьи. Собираем статьи. И недавно ещё вы же делали интервью. Интервью, вот, ага, я хочу сказать, что у старожилов микрорайона Марха мы берём интервью, чтобы увековечить, чтобы узнать побольше об истории, да? Ведь это останется молодым, молодому поколению. Изучение краеведческой темы — это не только познавательное, да? Но это, как бы, передача традиций, да? Изучение истории, действительно. Ведь форматы меняются, и наша молодёжь, например, я вижу даже по своим детям, у них разные возраста, но всё равно молодому поколению важно всё-таки, чтобы это была цифровая информация, чтобы она была оцифрована. Им так удобно. Потому что с бумажными носителями они абсолютно не умеют работать. И действительно, если, например, переводить те же интервью со старожилами Хатас, Тулагином, Архи, да, если их переводить, например, в подкасты, и потом эти подкасты размещать на сайтах или в аккаунтах социальных сетей библиотек, то это будет вообще такой очень открытый доступ и понятный формат для наших детей, для молодого поколения. Вот тут ещё была такая отсылка на квизы. Это же тоже вот, например, я когда в первый раз квиз играла, я думала, для меня это был такой ужасный формат, я вообще ничего не понимала, что там происходит. Но почему-то дети, молодёжь, им это интересно, и они прям с таким интересом и с таким рвением. Интересно. Да. И записываются, и всегда же полная запись на квизы. И на экскурсии, Вера Петровна, сколько человек всего проходило на экскурсии с 2012 года? С 2012 года, конечно, количество невозможно счесть. Это очень актуально. Но вот в связи с пандемией, конечно, у нас были перерывы в 2020 году, да. Ну, в 2021 году у нас было несколько экскурсий. Это школы интересуются, да, приходят, и у нас экскурсия пешая, поэтому мы проводим такие времена. Чтобы тепло было. Тепло было на улице. И мы вплотную работаем с нашими социальными партнёрами. Это клуб «Дети войны». Руководителем является Андросова Эльвира Гаврильевна, которая нам очень помогает. Клуб «Ветеран». И Пульс, и ветеран. Совет ветеранов микрорайона «Марха» Булгатова Альбина Владимировна. И они, конечно, вот с их помощью мы собрали достаточно много хороших материалов, я думаю. И ещё есть такое, что вот недавно мы узнали, что вот в «Мархе» проживали китайцы. Их тоже, они тоже вот как и... Как и скобцы тоже, да, вели такую... Да, и вот делили раздельно. Они жили... Китайцы, например, жили в «Мархе» и говорили, что корейцев расположили именно в залоге. Ага. И вот... У нас остаётся полминуты буквально. Потомки китайцев живут у нас до сих пор. И мы тоже собираем по ним много информации. Да, и давайте мы тогда пригласим всех желающих к нам в библиотеку и расскажем им очень много полезной информации. И в том числе и о китайцах, да. Спасибо большое, дорогие зрители и радиослушатели, дорогие гости, что вы рассказали нам о такой интересной теме, как «Раеведение». Всего доброго, до свидания.